Приветствовать в стенах Дома журналиста. Мы здесь собрались не просто так, мы здесь собрались по поводу. И поводом является вышедшая в издательстве «Питер» книга Ильи Лещова, которая называется «Шведский столб». Такой ажиотаж, который сегодня здесь мы наблюдаем, очень, как это сказать, хорошо показывает вовлеченность национального бизнеса в решение тех проблем и задач, которые перед национальным бизнесом стоят. Меня зовут Марина Богомягкова, я продюсер издательского дома «Питер», главный редактор из «Жемедиа» и директор по устойчивому развитию делового глянца «Нэшнл Бизнес», который вы можете наблюдать при входе в зал. И эти журналы можно забирать с собой. Это журнал, который поддерживает национальный бизнес и показывает не просто реальное течение дел, которое у нас происходит, но и тех героев, которые, несмотря ни на что, делают бизнес, и у них даже получается. Сегодня мы не просто проведем презентацию книги, хотя, безусловно, Илья ответит на ваши вопросы, готовьте их. Мы видели их в перечне, когда вы регистрировались, вопросы достаточно интересные, у вас будет возможность их задать. Но нам бы хотелось действительно поднять вопрос, а какие вызовы сегодня стоят перед национальным бизнесом, какие есть возможности у нашего российского бизнеса. Сегодня в нашей дискуссии примут участие Дмитрий Павлов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер партии «Новые люди», Анна Титова, исполнительный директор издательского дома «Питер», Илья Лещев, сооснователь группы компании «ЭТУ», автор книги «Шведский стол» и, собственно, виновник всего этого безобразия, которое мы сегодня наблюдаем. Наталья Павлова, руководитель Центра урегулирования конфликтов и медиации НИИ евроазиатских исследований, директор «Шерпа Проджект». И Сергей Филиппов, бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании «Вертекс». На самом деле история, которая отражена в книге, вызывает неподдельный интерес. Я рассказала, в каких медиа я работаю, но при этом я остаюсь журналистом, который специализирует на повестке устойчивого развития. И повестка устойчивого развития, конечно, она прежде всего говорит о плотном партнерстве, о поддержке своих партнеров и поставщиков. Крупный бизнес, который заявляет, что он ответственно ведет свои дела, он и к своим подрядчикам должен относиться крайне ответственно. И поэтому эта история не может не вызвать интереса, потому что компания, с которой столкнулся наш герой, не побоюсь этого слова, она действительно лидер в повестке устойчивого развития, и отчеты самые лучшие, и, в принципе, было чему поучиться у компании. Но при этом мы видим оборотную сторону, которая показывает, что не все так радужно, и очень часто компания пользуется просто своей, так скажем, массой, своим весом и тем, что она может урегулировать вопросы разными способами. Насколько это правильно, и главное, насколько это правильно, когда в той стране, где компания работает, поддерживают не свой бизнес, а занимают сторону компанией международной. Я как журналист сегодня хочу задавать именно острые вопросы, мне совсем не хочется делать историю гладкой, мы ее потом там сгладим на фуршете. У нас сегодня будет приготовлен еще и сюрприз для Ильи, который он еще не видел, не знает. Ну и, собственно, первый вопрос, Илья, вам. Я попрошу спикеров понимать, что мы находимся в дискуссии, мы не уходим ни в какие длинные истории, у нас буквально там по 2-3 минуты на каждого, и потом будут следующие вопросы, потому что нам нужно дать возможность нашим гостям задать вопросы Илье, плюс у нас будет автограф-сессия, и будет возможность приобрести книгу, что важно сегодня, с подписью автора. Вопрос. Илья, что сподвигло написать книгу «Шведский стол»? Тут включено, да, уже? Ну, во-первых, всем большое спасибо, что пришли. Честно сказать, неожиданно, что такое большое количество людей. Вот, все, в основном, люди мне все здесь знакомые. Вот, кто-то даже издалека приехал. Большое спасибо. По сути, знаете, как предприниматели, когда чем-то занимаются, верят в свою какую-то идею, идут вперед, и, в общем-то, у нас здесь тоже в книге описан некий путь, который, наверное, как-то эмоционально очень сильно повлиял на меня, на нашу компанию, на наших партнеров и коллег, которые у нас были сотрудники. И, в общем-то, хотелось этим поделиться, тем множеством решений, которые мы принимали в всяких различных там ситуациях и так далее. В принципе, здесь сегодня люди тоже, кстати, не менее опытные сидят в президиуме, который, я думаю, тоже что-то сегодня расскажет. Вот. Ну, по сути, хотелось поделиться историей нашей, так сказать, борьбы. Она еще, кстати, не закончена. И мы, кстати, болеем за вас. Когда мы записывали с Ильей интервью, основной такой вопрос, который мы вынесли за рамки, да, и он действительно остается открытым. Почему? Ну, в данном случае присутствовала экспертиза. Экспертиза таких институтов, как институт омбудсмена и торгово-промышленные палаты. И суд не принял этого внимания как аргумент, а удовлетворил именно запрос иностранного контрагента сделать собственную экспертизу. Дмитрий, я бы попросила вас вступить в наш диалог и сказать, вот, что мы можем сделать. Понятно, что ситуация уже есть, но нам нужно ее как-то поменять, для того, чтобы все-таки российский бизнес поддерживался на территории России. Ситуация с иностранными компаниями, она уже поменялась. Включите, не включен, да? А, не включен. А, вот. Ну, ситуация, она уже с иностранными компаниями и так поменялась. Вот, я бы хотел сказать, что действительно у нас много книг пишут люди, которые мало что понимают в бизнесе, они пишут обучающие всякие программы, всякие эти блогеры, которые за деньги учат. Да, здесь редкий случай, когда сам предприниматель нашел время, подчеркиваю, время найти, потому что самый дорогой ресурс это время, нашел время, ну, и с помощью издательства вашего реализовал такую достаточно откровенную книгу. Да, ну, в общем-то, наверное, даже она своевременно вышла, потому что действительно крупные компании, они, ну, это не секрет, с крупными компаниями сложно работать среднему и малому бизнесу. Да, потому что всегда, ну, так сказать, весовая категория не та и ресурсная. И почему, кстати, вам отвечу на вопрос, что экспертиза, ну, у них же целые лоббистские истории, в том числе и серьезные юридические компании их обслуживают. Поэтому не то, что там... Ну, мой-то вопрос, как это поменять? Как поменять? Ну, наверное, вот, кстати говоря, если мы выносим, если вот благодаря, там, Илье, и, может быть, еще кто-то поделится такими своими опытами, то, наверное, это, в общем-то, больше публичить, и, собственно, все будет и меняться благодаря всеми нашими усилиями, потому что все действительно знают, там, эти компании как такими, как вы правильно слово сказали, какое-то устойчивое развитие. Да, вот я такое сказала прям. Вот, они такие белые и пушистые, ну, потому что они очень много тратят денег на пиар, на поддержку, на все выигрыши в судах, и еще там, лоббирование своих интересов. А иногда они не такие белые и пушистые, ну, если они могут не рассчитываться с контрагентом, да, за выполненные работы, в общем-то, находя разные, там, скажем, какие-то отговорки. Поэтому, Илья, мой большой молодец, что нашел время, не постеснялся написать, и мы уже вот в рамках форума, там, у нас было там пару встреч с предпринимателями, которые успели уже прочитать эту книгу. Я еще тут половину прочитал, честно. Но мы... Но у вас есть еще возможность. Я с Ильей-то уже не первый год знаком, поэтому я уже, в принципе, знаю. Так что вот... Спасибо большое. Вот мне как раз хочется передать слово Ане Титовой. Аня, вот Дмитрий сказал, что те, кто пишут... Не все, кто пишет про бизнес, занимается бизнесом и в нем разбирается, ты точно знаешь, какие книги издает издательство Питер. Скажи, пожалуйста, насколько часто предприниматели приходят именно со своими историями, с такими историями, которые могут что-то изменить. Ну, мне кажется, наша деловая редакция как раз специализируется на людях, которые реально занимаются бизнесом и которые пишут книги. То есть это наша такая, мне кажется, отличительная особенность. Ну, мне кажется, это правильно. Выбирая, ну, как бы согласовывая, да, на редакционном совете вот книгу Ильи «Шведский стол», что, ну, больше всего, так скажем, ну, торкнуло, почему эта книга должна быть? Ну, мне кажется, ну, во-первых, когда есть какая-то, ну, как и скандал, да, оно всегда же хорошо. Я понимаю, что для тех, кто участвует в скандале, это не очень хорошо. Ну, для нас, как, ну, издательство, это же все равно конъюнктурная такая достаточно история. Вот, ну, наверное, мне кажется, ну, во-первых, это интересная история. Во-вторых, она, мне кажется, такая очень up-to-date, то, что называется, то, что вот прям как к столу, да, прям. К русскому столу, вот, потому что, ну, вот, например, мы как издательство, мы сейчас тоже сильно почувствовали то, что большие устойчивые компании ни разу не устойчивые и не хотят с нами работать, да. Хотя мы, ну, 30 лет с ними сотрудничали, ну, вот такая политическая ситуация, что они больше этого не хотят. Ну, окей. Ну, мы записали 17 эфиров на тему 17 целей устойчивого развития, чтобы всем было понятно, что такое устойчивое развитие. И, конечно, когда я увидела эту историю, я аж, ну, подпрыгнула. Для меня это было просто... И, кстати, чтобы не было ощущения, что здесь нет представителей компании IKEA, мы их приглашали. От них присутствуют акулы, но мы не хотели за них, за спиной говорить, но так как compliance и компания, в принципе, не присутствуют в формальной стране. Может, кто-то есть, я знаю. Может быть, кто-то и есть, откликнитесь, поднимите руку. Какого где-то? Да. Возвращаясь к юридическим вопросам, Наталья, хочется вас попросить взять микрофон. Вы присутствовали в этом процессе. Ну, вот была ли точка, когда ситуация могла пойти по-другому? Ну, я не как юрист, сопровождавший вот эти все споры, участвовала в этой ситуации, а как медиатор. Мы с моей коллегой работали как раз по этому спору. И действительно были точки, которые могли бы повернуть в свое время, вспять всю эту ситуацию. Мы использовали все ресурсы и торгово-промышленных палат не только Санкт-Петербургской, но и Московской, в смысле Российской палаты, и Стокгольмской, и Голландию привлекали. К сожалению, Илья и его компании не единственные, кто пострадал в таких отношениях. Поэтому мы привлекали в том числе и швейцарцев для других участников таких споров. Вплоть до того, что мы привлекали омбудсменов, да, мы искали способ посадить людей, которые реально принимают решения за стол переговоров. И нам в какой-то момент это удалось. Илья очень много над этим работал со своей командой, и мы это делали со своей стороны. Разговоры шли, все было замечательно, но и в какой-то момент даже о чем-то уже даже договорились. Но когда встал вопрос как раз о том, давайте-ка мы сделаем свою экспертизу, вот это была поворотная точка, которая свела на нет всю предыдущую работу, к сожалению. Потому что там, я помню, была такая экспертиза любопытная, и почему не учли экспертизу, которую делала торгово-промышленная палат в Санкт-Петербурге, которая считается организацией безупречной репутацией. Ну, это большой вопрос. То ли не смогли юристы донести, то ли суд, мы не говорим плохих слов про нашу судебную систему, посчитал, что можно принять другую экспертизу. Надо было оспаривать. Следующую экспертизу, ну, как говорят юристы, при должном умении можно развлекаться в судах очень долго. Но поворотная точка была, к сожалению, на мой взгляд, такая. Ну, вот Вы говорите, что, как один из вариантов, что, возможно, не донесли люди. То есть, вот, правильно ли я понимаю, что мог быть другой специалист, да, там, с той или с другой стороны, и всё бы поменялось? Вполне возможно, потому что, на самом деле, не во всех переговорах участвовали реальные руководители с той стороны. А те, кто выполняет функции менеджмента, они, по сути, управляемы. Им поставили задачу, они её выполняют. И они в рамках этой задачи не очень много могут сделать в том числе. Поэтому, с другой стороны, говорит, что Икея сама по себе, как изначальная тема, которая его основателем задумывалась. И то, куда попал Илья со своей командой, это разные компании. Почему Ингвар ушёл из Икеи и продал свой бизнес? Потому что он сказал, что, когда стали масштабировать, и то, что стало происходить в России, это против его естества, против природы самого бизнеса. И он решил, что он отказывается от этой идеи вообще контролировать. Но это я знаю практически из первых рук. Понятно. Ну, в любом случае, за каждым проектом стоит человек. Конечно, да. И мы говорим об этом во всех наших проектах. Сергей, вот у меня такой вопрос, когда мы говорим о такой вот стратегии позиционирования корпорации. Насколько люди там действительно могут привносить свои ценности? Вы очень много работаете с бизнесом, как консультант. Действительно ли корпорация – это та система, в которой человек, по большому счёту, бессилен и поменять ничего не может? Ну, я скажу, что роль личности в истории, я думаю, хорошо показывает Владимир Владимирович Путин. Я думаю, никто не сомневается. Именно как личность и его влияние на не только Россию, но и весь мир. Поэтому, если у топ-менеджера, либо даже сотрудника крупной корпорации, есть твёрдые, так скажем, аргументы в штанах, то он способен поменять ситуацию достаточно значительно. А если нет, то тогда ему придётся подстраиваться под корпоративные стандарты, выбирать слова, осторожничать, нарушать договорённости. Как мы видим, сейчас многие делают политики нероссийские, да, говорят одно, делают другое. Ну, давайте мы не будем уходить в политику, меня просто интересует. В крупных компаниях то же самое. И поэтому вам могут в лицо говорить одно, делать другое, потом гадить третье, понимаете, да, обвинять в четвёртом. Ну, потому что, а с кем договариваться, если там человек бесхребетный, и у него нет вот этого стержня внутреннего. Поэтому личность лидера в истории никто не отменял. Ну, я так понимаю, что стержень у основного переговорщика, который был изначальный, который там замешан в определённых коррупционных связях, видимо, какой-то был. И он пошёл прям против системы. Насколько здесь вот эта сила? Я могу сказать про Илью. Мы знакомы больше 10, даже 12 лет, и когда мы познакомились, он был менеджером проекта в компании, было сразу видно, что у него очень основательный, серьёзный подход к тому, чем он занимается, а не просто пересидеть время. Поэтому я всем рекомендую, кто слушает, хотя бы вынести для себя то, что если вы серьёзно и увлечённо, и глубоко будете заниматься тем, чем занимаетесь сейчас, то вы преуспеете и станете более успешными людьми. А не относиться к этому поверхностно, там, лишь бы пересидеть, там, лишь бы там, там, в поисках чего-то такого, в чужом огороде трава зеленее, вот этого метания точно не нужно. Моё мнение такое. Прежде чем мы перейдём к вопросам, обозначите рукой, пожалуйста, кто планирует задать Илье вопрос, чтобы я примерно прикинула тайминг. Пока я вижу только одну руку. Две? Не более? Может быть, тут три. Илья, буквально три основных тезиса, что нужно любому бизнесмену вынести из книги «Шведский стол». Но тезис основной не ошибается тот, кто спит, вот, потому что любой предприниматель на своём пути всё равно допускает какие-то ошибки и нет никогда какого-то такого чёткого и правильного решения. И даже любая книжка по менеджменту, она не гарантирует каких-то вот ключей от всех там, или таблеток от всех возможных проблем. То есть всегда человек, занимающийся своим делом, лучше всего знает свою компанию, знает свой бизнес. И, в принципе, он может, наверное, как никто другой, ответить сам на вопрос, что необходимо делать в той или иной ситуации. Следующее, то есть немаловажно подключать все институты возможные. Всё-таки у нас действительно много всяких институтов. Есть и палата омбудсмена, торгово-промышленная палата. Те институты, которые, в принципе, созданы для того, чтобы помогать бизнесу развиваться, и предприниматели зачастую на них не особо обращают внимание. Тем не менее, это позволяет выйти на определённый уровень знакомств, связей, даже если где-то не получается что-то сделать. Во всяком случае, через омбудсмена мы смогли выйти на самое высшее руководство компании IKEA. И в своей книге об этом я тоже описываю. Вот. Немаловажно, кстати, вот ещё помимо нашей этой истории, у нас шли и налоговые проверки параллельно, и другие следственные всякие, которые имеются в виду, что тоже для бизнеса это важно. Вот. Поэтому почитайте. Вот. Ну, самое важное просто заниматься своим любимым делом. Всё. И не бояться. Да. Ну, начинаем задавать вопросы. Вот прям вот я вот уперлась сразу в главного редактора журнала «Нэшнл Бизнес» Анну Савчук. Добрый день. На самом деле, такая интересная форма сегодня выбрана, я не знаю, издательством Питера или автором для презентации книги. Илья, удивительный способ решения ситуации вы для себя избрали – издать книгу. Что сподвигло, какой результат ожидаете, и, в общем-то, как сейчас воспринимаете, на какой стадии сейчас решение вашего конфликта. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сейчас только что сказали о том, что большое количество организаций занимаются решением вопросов предпринимателей. Омбудсмен, торгово-промышленная палата, но ещё масса всяческих организаций, общественных и государственных, вовлечены в эти процессы. У нас здесь целый депутат рядом с вами, что приятно подчеркивает, интерес, наверное, к ситуации. Так что же, чем же помогли эти организации? Потому что складывается ощущение, что ничем, кроме как тем, что вы теперь для них известны. Ну, давайте сейчас со второго вопроса начнём. То есть, в принципе, по большому счёту, они помогали хотя бы тем, что вдохновляли на дальнейшие шаги. Да, что они есть. Вот. То есть, ты с ними пообщался, тебе стало полегче, как к психологу сходил. Вот. И двинулся воодушевлённый дальше, что надежда какая-то появилась. Вот. На самом деле, я хочу сказать, что эти институты на сегодняшний день, они сами требуют как раз-таки, ну, может быть, даже нашей поддержки, потому что в тех же судах, вот мы сейчас, у нас не одно дело, у нас, я не знаю уже сколько судов там, я уже сбился со счёту, поначалу отслеживал, потом уже, слава богу, как-то перестроился, и юристы взяли это на себя. Суды не принимают во внимание эти институты. То есть, хотя, а это, по сути, экспертная организация, такое же, там, условно, бизнес-сообщество какое-то, да, которому, ну, стоит прислушаться. То есть, допустим, я как предприниматель, зная, что мои коллеги по бизнесу, ну, такие же предприниматели из других отраслей дадут какое-то своё оценочное мнение о ситуации, конечно, я к ним прислушаюсь. Вот. А суды здесь не особо. Вот. Что касается идеи, ну, правильно, в принципе, с одной стороны, это определённого, так сказать, с рода продолжения нашей борьбы, потому что те законные пути, инструменты, которые мы используем, и, в принципе, мы идём именно законным путём. Вот. И они не дали своих плодов. То есть, ну, для информации, то есть в Москве мы проиграли все дела, в Санкт-Петербурге мы два дела выиграли, при том, что перешли в процедуру банкротства. И в Кассации нас пустили в первую инстанцию, где поменяли судью, и, ну, как бы у нас таких ресурсов нет, судей менять. Вот. Поэтому книга действительно является в том числе описанием происходящей ситуации. У нас сейчас дело находится в Верховном суде. Может быть, кто-то из Верховных судей всё-таки удосужится прочитать и вникнуть в сути проблемы. Сегодня статистика такова, что всего 3% дел Верховный суд вообще, в принципе, рассматривает. То есть многие приходят, их закинули, и всё. Вот эту статистику необходимо менять. Возможно, мы будем той компанией, которая на это повлияет. Спасибо. Здорово, очень здорово. Рядом с вами представитель федеральной партнерской партии, мне кажется, что это стоит включить в свою какую-то партийную донеплату в законопроект, в который можно инициировать. Да, я думаю, это и будет итогом этого мероприятия. А можно включить микрофон и всем знаем? Илья, как сторонник и член активной нашей партии, он постоянно в этом находится в фарватере, и этим занимаемся. Потому что, на самом деле, вы правильно сказали, что много у нас общественных объединений и таких серьезных, как торгово-промышленные палаты, но они же тоже не волшебники. Они, в принципе, стараются быть на стороне предпринимателей. Но когда споры же между предпринимателями, ведь это компания, что же бизнес, я имею в виду, Икея, и Илья из бизнеса. А как рассудить? То есть они стараются, конечно, это на решение суда относиться. что экспертиза шведских компаний важнее, чем экспертиза наших институтов, которые поддерживают предпринимателей. все микрофорицы. Ну вот. критический вопрос, который мы в состоянии непрекрасный состояние. Нет, у нас просто стандарт, у нас, во-первых, пишется на камеру. На самом деле, у нас было вот еще недавно такое некое вот, ну некое, не знаю, вот, как правильно слово-то сказать? Борис Армейстов. Да. Ну вот такое вот прогибание между иностранными компаниями, не будем их называть, но это не единственный случай, когда какая-нибудь крупная международная компания заходит, и все должны радоваться, что они пришли. Поэтому есть такое. Было предвзятое такое мнение. На самом деле, вот здесь вот, сейчас мы находимся в санкциях, да, и тут уже упомянули политический контекст про президента, да, и как раз президент отметил, что санкции ввели, и именно средние компании, малые и средние, они быстро, оперативно перестроились, и в общем-то мы эти санкции не сильно ощутили, потому что крупные компании, особенно гос, которые, им, они перестраиваются, конечно, круто, но им нужно время. Поэтому вот так вот благодаря компаниями про которые вот Илья представляет, Илья в бизнесе 30 лет был, и в общем-то это, конечно, надо поддерживать. Сейчас мы об этом как раз и уже понимаем и говорим. Спасибо. у вас был вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Меркулова. Я командный бизнес-тренер, работаю с заводами, пароходами и производствами. И на текущий момент мы с Ильей знакомы много лет, познакомившись как раз таки в бизнес-туре, в бизнес-туре, будучи в Америке, когда мы опылялись западным опытом и смотрели на это с другой стороны. Хочу сказать, что у меня как раз на этот кейс есть свое мнение изнутри, потому что я как раз была по ту сторону баррикад и работала на производственных компаниях иностранных, а сейчас занимаюсь и работаю с российским бизнесом. И мне кажется, Илья, мне бы хотелось узнать твое мнение, согласишься ты с ним или нет, что тебе этот кейс удался и книга сейчас стала возможна именно из-за того, что ты настолько широко смотрел и на свой бизнес, развивая его не только по российским стандартам и относясь к себе как к руководителю с такими высокими стандартами и ответственности твоей, как собственника, как руководителя, развивая команду, не зря здесь и Сергей Филиппов присутствует, с которым у тебя многолетняя работа, что это крайне важная необходимость сейчас нашему бизнесу, если уж у нас есть заголовок в сегодняшней встрече, как нам справляться российскому бизнесу в работе с иностранными компаниями, уважая себя в первую очередь, имея внутреннее моральное право вступить на это поле спора, здесь и правовых вопросов, и собственного уважения, и да, здесь есть, конечно, некоторые моменты, которые Сергей Филиппов озвучивал, роль человека в истории, к сожалению, менеджер определенной компании оказался с определенными своими интересами, но, несмотря на это, я понимаю, что иностранный бизнес уважает, когда с ним разговаривают на одном языке, а у тебя это удалось, ты заставил себя уважать, вот я спрашиваю, да, ты согласен с тем, что твой кейс и сейчас книга возможна именно из-за того, что ты позволил себе это право? Наташа, спасибо большое. Вопрос-утверждение. Да, да, то есть уже, мне кажется, ответ сразу. Уже, собственно, да. Вот, я даже не знаю, как ответить, то есть, конечно же, когда компания получает возможность работать с партнером сильным, конечно же, много оттуда ты перенимаешь, и в том числе наш коллектив, наши команды, действительно, мы поменялись, работая с компанией IKEA на тот момент, и понимали, что это для нас некая такая возможность изменить подход, возможность поменять какие-то бизнес-процессы и так далее. Действительно, мы их меняли, многие вещи мы оттуда взяли положительные, кстати, я об этом пишу тоже в своей книге, не только там все плохо, да, то, что есть и хорошие для нас эти были возможности, которые я считаю, что мы использовали на тот момент. Вот, на истории сама до конца не закончена, тут сложно говорить о том, что вот все это, там уже какой-то успех, нет, это какой-то, можно сказать так, промежуточный этап. Вот, не знаю, ответил нет на вопрос, вот как-то так. Спасибо. Еще были вопросы? Головин Алексей, Илья, я тоже прочитал половину твоей книжки, как и Дмитрий. Три маленьких вопроса, коротко. Первая, очень понравилась фраза про разрушительный дух, это то, что чиновники могут разрушить любую идею. Вот сейчас, когда ты сам немного приблизился к чиновникам в законодательной власти, работаешь, пытаешься ли ты как-то поменять отношения, ну, мы говорим не про всех чиновников, но большинство, которые относятся к бизнесменам, к сожалению, как к дойным коровам. Это вот первый вопрос. Второй вопрос, что лично ты почувствовал, когда от Бориса Титова, человека, который должен защищать бизнес, ты услышал, что ну извини, вот они нам дороже. И третий вопрос, всем известная фирма НОГА, которая в 90-х годах судилась с нашим правительством 18 лет, и в конце концов какой-то бизнесмен все-таки оплатил там 50 или 60 миллионов долларов. Насколько ты готов идти до конца, чтобы победить? Большое спасибо. Чувствуется человек книжку прочитал. Половину. Да, да, да. Вот. Действительно, я описываю о том, что в наших компаниях многих присутствует чиновичий дух такой. Вот. Это есть в моей книге. Вот. И с этим необходимо бороться. Вот. В свое время, в 21-м году, меня пригласили в партию «Новые люди», вот, которую я почувствовал, что там иной подход. Вот. И действительно, тот подход, который близок мне по духу, близок как предпринимателю, как человеку, которому не безразлично то, что происходит в нашей стране. И я считаю, что там, ну, во всяком случае, в этой партии действительно есть ответы на те вопросы и изменения, которые возможны. Вот. Я не стесняюсь об этом, кстати, говорить. Тут, кстати, есть коллеги, да, партийные, вот, которые, думаю, тоже поддерживают. Что касается Бориса Юрьевича Титова, то есть, ну, он тоже человек системный, да, в какой-то степени, хотя он тоже предприниматель. И на тот момент он, ну, я считаю, что помог тем, чем смог. Да, то есть, он действительно изначально включился в ситуацию и пытался нам помочь в регулировании конфликта в досудебном порядке. Но в 19-м году был Сочинский форум, на котором ОК объявил о глобальных инвестициях в нашу экономику и было сказано о том, что единственный оставшийся инвестор у нас, он, к сожалению, в приоритете. И мы не можем выступать, вот, как, кстати, Дмитрий сказал, между двумя бизнес-структурами. То есть, и то бизнес, и мы тоже бизнес. Но только мы и такой бизнес там помасштабнее. Вот. И, конечно же, но я не скажу, что я там почувствовал какое-то там разочарование или еще что-то. То есть, ну, так, так, принял как должно и, ну, такая ситуация, что, то есть, у нас в бизнесе много всяких ситуаций происходит. Если на каждое ты будешь болезненно реагировать, можно остановиться, вообще ничего не делать, замереть, как суслик, и все. Вот. Нужно все равно находить какие-то резервы, двигаться дальше и решать проблему. Ну, и дальше, конечно, мы нацелены на победу, потому что эта книга, знаете, это не моя история, это история полутора тысяч человек, которые работали на этом объекте. Это книга их семей, там, которые были в нашей компании, люди работали, трудились и так далее. Юристы, другие люди, которые нам помогали. Там очень много людей, которые и знают, что это такое. Кстати, помимо нашей компании, в такую же ситуацию попали и компании на других объектах. Вот, кстати, уже некоторыми писали, подрядчики, ну, с которыми мы общались, когда ситуация происходила. В общем-то, им тоже стало очень интересно, как вот, в общем-то, мы до этого дошли, что решили об этом рассказать. Как докатились до такой жизни. Да, спасибо за вопрос, очень классно, что прочитал книгу. Можно добавить? Да, конечно. Вот как раз такая ситуация, где вот контракт был не оплачен и поставил компанию в стадию банкротства. Ну, и сейчас Илья написал книгу, это говорит, что у него действительно хорошие предпринимательские качества, что может быть для него это такая, поворот, что может быть хороший писатель, бизнес-тренер. Говорят, они хорошо зарабатывают. А мы можем Сергея спросить. Но, тем более, с таким вот опытом и с опытом борьбы с такой компанией, мне кажется, тут очень хороший старт. Спасибо. А у кого есть вопросы еще? Сейчас. Приветствую, Алексей Досон. Илья, у меня такой к тебе вопрос. Первое, хочу сказать, что это действительно очень, на мой взгляд, правильный и креативный кейс через публикацию книги озвучить ту проблематику, которая появилась. Сразу же у меня такое в голове всплыла аналогия с фильмом Максима Шугалея, когда его посадили в тюрьму в Ливии и с помощью кинофильма удалось его оттуда излечь спустя какое-то время. У меня три вопроса к тебе. Первый, анализировал ли ты те законы, которые надо будет поменять? У нас в законодательстве есть это в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербург, либо на федеральном уровне это первый вопрос. Второй вопрос, хотелось бы, чтобы ты озвучил публично сегодня тех людей, которые вставляли палки в колеса, может быть, это какие-то органы власти. Было бы здорово, на самом деле, если бы мы их услышали, кто этому способствовал не помощи тебе. И третий вопрос, что бы ты посоветовал тем людям, которые оказались в такой же ситуации, малому, среднему бизнесу, которые в острие ноже столкнулись с крупным международным бизнесом, и не думал ли ты издать какую-нибудь дорожную карту, которая позволила бы людям вот на твоем опыте, потому что книга, как я понимаю, она достаточно такая широкая, а вот создать дорожную карту, по тому, как ты это все реализовывал. То есть, такое учебное пособие для бизнесменов. Спасибо. Дорожную карту по написанию книги. Так она уже написана здесь, читаешь и по ней двигаешься. На самом деле, что касается каких-то фамилий, я бы не сказал, что кто-то препятствовал со стороны наших структур или нет. Наоборот, пытались помочь. Я хочу сказать, что в ситуации вот та же торгово-промышленная была там, вот смены, все пытались помочь. То есть, не было такого, что какие-то там появились негодяи и так далее, которых стоит сказать, что вот они там такие-сякие. Вот. Наоборот, книга в том числе некая такая благодарность тем людям, которые оказались рядом в сложной ситуации. Вот. Поэтому здесь как бы так, наверное, я бы не стал так говорить об этом. Вот. Какие-то дорожные карты, инструменты, не знаю, ну, я, ну, не бизнес-консультант для этого есть, кстати, вот Сергей Филиппов, вот Наталья выступила. То есть, они, кстати, большим опытом действительно очень сильно помогали в свое время. Еще я вот приглашал, к сожалению, не смог присутствовать у нас такой Виталий Королев. Вот он, кстати, издал книгу недавно «Время собственника» с такой эпитетом «бремя и время», потому что для многих бизнес, не ты имеешь бизнес, а он тебя имеет, да, бывает такое. Вот, и думаешь, как от этого избавиться. Вот, поэтому рекомендую. Мы тоже, кстати, к нему обращались, это больше уже на уровне корпоративного управления, когда собственник отходит от бизнеса и не является уже управляющим своей компанией. Очень классно перестраивает мозги и дает возможность пошире смотреть на многие вещи. Вот. В принципе, ответил, да, Алексей? Да, спасибо. У нас осталось возможность задать еще два вопроса максимум. Вот, вы поднимали руку и может быть еще один вопрос. Да. Ефим Григорьев, тоже предприниматель и руководитель бухгалтерской компании. Илья, такой вопрос. Есть известна фраза «Своим все, врагам закон». Вот на ваш взгляд сейчас кто в этой истории враг и на чьей стороне закон? Кто враг, очевидно. Вот. Закон пока, по нашему мнению, не на нашей стороне. Вот. То есть мы поэтому и пошли дальше, идем дальше и пытаемся привлечь, в том числе, внимание к этой ситуации. Сейчас опять все глаза на Дмитрия. Что нам сделать? Слушайте, ну, во-первых, эта ситуация какого года у тебя? С 18-го года. 18-й год. Вот за последнее, вот в связи с санкциями, я могу сказать, у нас и на федеральном уровне, и на местном столько введено преференций для предпринимателей, что если бы вот такие, такое отношение внимательное было бы там, допустим, 10 лет назад, то у нас был бы значительный рост производства и всего такого, чего мы хотим сейчас. Поэтому сейчас, мне кажется, государство делает максимально. И налоговые преференции, и поддержка и айтишникам, и особые экономические зоны. Очередь стоит у нас в Санкт-Петербурге на особые экономические зоны на развитие производства. То есть, вот правда, если бы это было бы сделано там 10 лет назад или 15, еще лучше, то, конечно, у нас был бы сегодня другой итог. А сейчас максимально делается, потому что вот это немножко вот 18-й год, тогда вот немножко было такое присмыкание перед глобальным бизнесом международным. Спасибо большое. Всем напомню, что у нас вот сейчас еще один завершающий вопрос, а затем каждый сегодня может приобрести книгу с автографом автора. У нас будет автограф-сессия прям вот обозначена, да, вот этим вот прекрасным рулапом, и Илья каждому подпишет книгу, и будет возможность еще задать личный вопрос, на который, к сожалению, именно вот в официальной не хватает времени. Ну и плюс, естественно, угощение и сюрприз для Ильи. У вас, да, был вопрос? Кто поднимал? Здравствуйте, меня зовут Олег Верюшский, я Илью знаю много лет, историю с Икеей наблюдал на разных стадиях, и у меня как раз-таки противоположный опыт работы со скандинавами очень положительный, он знает об этом. И я представляю, как граждане Северной Европы относятся к бизнесу в России и к себе. И вот у меня вопрос такой, планы есть перевести на другие языки эту книгу? Да, Олег, спасибо за вопрос. Да, действительно, есть планы издать книгу в Европе и в Штатах, вот, в принципе, двигаемся дальше в этом направлении. Можно вопрос? У меня есть здание вопрос в связи с этим. А к вам Икея не обращалась выкупить тираж весь? Нет. я думаю, после этой пресс-конференции ждите звонков. Ну, и у меня... Так что стоимость вот те, кто успеют купить по этой цене, потом будет дороже. Да, сегодня 900 рублей стоимость. для Икеи дороже. Вопрос каждому спикеру, что нам сделать, чтобы таких историй, вот в том смысле, в каком она реально есть, становилось меньше, а книг от успешных российских предпринимателей становилось больше? Аня. Ну, что, работать? прекрасно. Мы как-то вот 30 лет занимаемся издательским бизнесом, и как-то вот я даже не знаю, зачем бы мне надо было обращаться в торгово-промышленную палату, если честно. Мы как-то привыкли сами решать свои проблемы. Честно. Дмитрий, два слова. А у вас же помните там всякие маркетинг, реклама для чайников? Это ваша же серия была? А, не ваша? Извините тогда. Поэтому на вопрос модератора нужно... Что сделать, чтобы таких историй было меньше, а российских предпринимателей успешных больше? Вообще, бизнесом, ну, вот, надо просто понимать, что предпринимательство, оно не для всех. Это для людей, для отчаянных, которые могут взять на себя ответственность, ответить, в том числе и в каких-то случаях, и своим имуществом, да, если что-то не получилось. Поэтому здесь, наверное, каких-то рецептов, что прочитал книгу, и ты стал таким гудвином, да, вряд ли это получится, то, ну, чем больше вы будете себя заставлять читать литературу, учиться на чужом опыте, тем меньше вы будете делать собственных ошибок. Вот я бы так сказал. Ошибки будут, естественно. Наталья. Ну, у нас сейчас такая ситуация не только с иностранными компаниями, у нас в работе сейчас действительно много подобных споров, когда крупная компания российская дает маленькую. Соответственно, мое пожелание, Дмитрий прав, бизнес не для всех, но раз вы уже ввязались в эту историю, да, будьте внимательны к тому, что подписываете, не подписывайте кабальные договоры, обкладывайтесь документами. Если вам заказчик говорит, сделайте, потом оплатим, все напишем, будет красиво, не верьте. Не делайте. Не делайте. Они просто вас не выберут и все. Это, к сожалению, вот это другой вопрос. Что с этим делать? Спасибо. Тогда надо систему менять, чтобы было все-таки более прозрачное. Вот с этого мы сегодня и начинали. Если вы хотите, чтобы я добавил, я скажу так, надо не бояться судиться, потому что тогда появится судебная практика, раз, которой сейчас просто недостаточно, и поэтому сами судьи не понимают, на что опираться. Второе, нет, судебная практика, извините, это не закон, это совершенно другое. И второе, это появятся юристы, которые, опираясь на судебную практику и на собственный опыт, смогут действительно компетентно предоставить эту услугу, отстоять интересы маленькой компании передо международным бизнесом. Сейчас просто-таки специалистов либо нету, либо это единичные кадры, которые легко перекупаются иностранным бизнесом и просто молчат, не втягиваясь вот в эти тяжбы, да, на стороне Ильи. Вот и все. Поэтому просто не бояться судиться, перестать раболепствовать перед иностранными компаниями, подавать суды. Что, собственно, сейчас Россия и делает, и на уровне правительства, и на уровне международного права. И то же самое предприниматели, призывая, не бояться этого делать. Без судебной практики, просто на закон, говорим, как человек с высшим юридическим образованием, недостаточно. Это подтвердит любой юрист, если у нас здесь есть юристы. Спасибо. И мы сейчас не боимся, подходим к Илье, мы его оставляем здесь. Всем спикерам огромное спасибо за то, что приняли участие в дискуссии. Спасибо всем большое. Спасибо.